Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Празднование Дня Города Комиссия концерна Росэнергоатом подтвердила безопасность гидротехнических сооружений Смоленской АЭС. Акция для учащихся в профильных выпускных классах школ Десногорска «Смоленская АЭС. Работа мечты». На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2040 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 21 августа находится в плановом текущем ремонте. За 13 дней сентября энергоблоками Смоленской АЭС выработано 586 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила более 15 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 515 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 10 сентября на Смоленской станции стартовала полномасштабная проектно-информированная партнерская проверка Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих АЭС. В международной команде 17 опытных экспертов из Ирана, Белоруссии, Армении, Болгарии и России. Основная цель партнерской проверки – способствовать повышению безопасности и надежности Смоленской АЭС путем сравнения уровня ее эксплуатации с существующими в мире стандартами высокого качества. До 24 сентября эксперты проведут оценку состояния безопасности на Смоленской АЭС в 19 направлениях. У Десногорска, родины атомной генерации на Смоленщине, своя славная история и традиции. А главное богатство города – это люди, которые его построили, которые здесь живут и трудятся, делая наш общий дом красивее и комфортнее. В минувшую субботу вместе, ярко и душевно, жители отметили 47-й день рождения Атомграда. День города по традиции блистал разнообразием спортивных, творческих, музыкальных мероприятий. Они были рассчитаны на взрослых, молодежь, детей, так что каждый мог найти что-то по вкусу и интересно провести время. Основные торжества прошли в центре у летней эстрады, возле реабилитационно-оздоровительного и досугого центра Смоленской АЭС, на Аллее Славы и в Центральной Библиотеке. На разных площадках к жителям со словами поздравлений обращались член Совета Федерации Сергей Леонов, глава муниципалитета Андрей Шубин, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. 47 лет назад на карте Смоленской области появилась маленькая точечка, поселок Десногорск. Строилась станция, строился поселок. Расстраивалась станция, строились блоки. Блоки росли, вместе с ней рос и город. У каждого города своя история, у нашего города наша история. И эту историю мы писали вместе с вами, своими руками. И мы с вами прекрасно видим, получилась очень хорошая книга. Нам радостно её читать, нам радостно перелистывать эти страницы. И нам нужно беречь историю нашего города, наше достояние, наши труды. По мнению члена Совета Федерации Сергея Леонова, посетившего праздник, Десногорск за последнее время очень преобразился. Открылось много социальных, спортивных, культурных объектов. Достраивается Атомпарк. И всё это благодаря тесному взаимодействию муниципальной власти и администрации Смоленской АЭС. Сенатор пожелал, чтобы при таком синергетическом эффекте город и дальше развивался, становился ещё красивее. Обширную культурную программу подготовил сектор культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской АЭС. 14 площадок детских. Это и спортивные, это показательные выступления, показательная тренировка боксёров и рукопашников. И практически каждый коллектив на своей площадке приготовил для детей разнообразную программу. Ветераны у нас со своей программой, они чуть отдельно, там подойдём потом наш любимый город. Поздравляем всех жителей Десногорска с этим замечательным праздником, днём города и желаем им достатка, уюта, тепла, благополучия и радостного настроения. На Аллее Славы за весомый вклад в развитие города чествовали представителей различных профессий. Дипломы о занесении на доску почёта вручены Анастасии Сидоровой, Наталье Демьяновой, Наталье Ерёминой, Игорю Журавлёву, Виктору Зарецкому, Евгению Кугаевскому, Наталье Куренковой, Надежде Курзенковой, Ольге Левиной, Виталию Моисеенкову, Владимиру Устинову и Ларисе Черкасовой. Сегодня мы традиционно в день рождения нашего города поздравляем и чествуем достойных людей различных профессий, которые внесли неоценимый вклад своей работой, своей добросовестным отношением к труду в развитие нашего любимого города. Ещё одним знаменательным событием стало открытие в Центральной библиотеке виртуального концертного зала в рамках национального проекта «Культура». Как отметил заместитель главы Десногорска Александр Новиков, этот зал позволит горожанам насладиться мировыми шедеврами музыки, получить радость от общения и обмена положительными эмоциями. Благодаря высокотехнологичному цифровому оборудованию зрители в отличной акустике посмотрели трансляцию концерта из Московской филармонии. А любители спорта и здорового образа жизни в очередной раз радовали своей игрой юные баскетболисты, которых объединил турнир по баскетболу 3 на 3. В Фок Десна они провели серию захватывающих матчей. Самым массовым событием стал многочасовой концерт «Любимый город на Десне». Своё творчество зрителям дарили коллективы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС и Центра культуры и молодёжной политики, а также гости – коллектив «Кудесы» из Смоленска и кавер-группа «Классик» из Брянска. Работал детский квартал, где малыши могли построить замки из картона, взять уроки аквагрима, рисования, поиграть в развивающие игры. Дополнили праздник аттракционы и торговые ряды с декоративно-прикладными изделиями. Я считаю, что город развивается в лучшую сторону. Мне город нравится. Я люблю этот город. Очень красивый город. И с каждым годом всё что-то лучше делается. И мы гордимся им. Красивой финальной точкой этого замечательного дня стал праздничный салют, осветивший яркими красками небо над Атомградом. Гидротехнические сооружения Смоленской АЭС работают устойчиво. Их безопасность обеспечена в соответствии с требованиями законодательства и отраслевых нормативных документов. Такое заключение сделала комиссия концерна «Росэнергоатом» по итогам централизованного обследования комплекса ГТС Атомной станции. Эксперты также отметили высокий уровень квалификации персонала, обеспечивающего безаварийную работу, надёжность и безопасность объектов ГТС. Все гидротехнические сооружения Смоленской АЭС находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к дальнейшей безопасной эксплуатации. Представители центрального аппарата концерна регулярно один раз в пять лет выполняют централизованные обследования ГТС на всех атомных станциях для подтверждения проектного уровня безопасности и выявления областей для улучшения. Комплекс гидротехнических сооружений Смоленской АЭС включает более 20 объектов – земляные плотины и паводковые водосбросы, дамбы, водозаборные сооружения, насосные станции, открытые подводящие и отводящие каналы и многие другие. Они предназначены для бесперебойного снабжения технической и циркуляционной водой требуемого количества и качества. В ходе трехдневной работы члены комиссии выполнили визуальный осмотр комплекса гидротехнических сооружений Смоленской АЭС, ознакомились с нормативно-технической документацией, проверили выполнение мероприятий предыдущего обследования, которое состоялось в 2017 году. Итоги централизованного обследования отражены в официальном акте проверки. В него также включены рекомендации по дальнейшему улучшению работы в области безопасной эксплуатации ГТС. Стартовала акция для учащихся профильных выпускных классов школ Десногорска «Смоленская АЭС. Работа мечты». Главная цель акции – показать ребятам перспективы, которые предоставляет атомная отрасль. Дать максимум информации об особенностях работы и возможностях карьерного развития, чтобы они смогли сделать осознанный выбор. Занятие включало в себя экскурсию по интерактивному залу Смоленской атомной электростанции и встречу с представителем молодых работников атомной станции. «Смоленский класс заканчиваем. И на направлении профессии сейчас мы прошли, нам рассказали. Осталось меньше вопросов, уже много чего поняли. И сделаем выводы. Это было очень полезно у нас». Ребята проявили живой интерес к информации, активно участвовали в обсуждениях, задавали множество вопросов. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok